Всем привет! Сегодня я решила сварить борщ, как варю его я. В прошлый раз я варила борщ, как варит его бабушка. В принципе, продукты будут все те же самые. Только сегодня вместо говядины у меня есть индейка. Я буду варить с индейкой. И вместо помидоров я сегодня буду использовать томатную пасту. В принципе, одно другое заменяет. И поэтому не важно, помидоры или томатная паста. Что вам нравится, что у вас есть, то и ложите. Сейчас я возьму индейку, поставлю ее варить. Когда она сварится, тогда уже я буду класть туда картошку и остальные продукты. И бурак, то есть свекла, морковь, лук и томатная паста. Я буду это делать все отдельно, зажарку. И зажарку я обычно вложу в конце. Ну вот, я уже поставила индейку вариться. Налила чуть больше половины кастрюли воды. Я люблю лучше долить потом водички, чем отбирать бульон. Но так как диетическое мясо индейка, я тут бульон сливать не буду. В общем, пенку сняла и оно будет вариться, пока не сварится. А сейчас я подготовлю пока зажарку. Для зажарки морковка, одна луковица и свекла. И томатная паста. Ну, томатная паста, мне нравится помидорка. Баночка, видите, она замороженная. Я ее храню в морозилке. Помидорка, она очень вкусная. И она такая густая. И чувствуется, что там только помидоры, больше ничего лишнего нет. Ну, в общем, столовая ложка томатной пасты. И на полстаканчика водички разбавляю. И потом я залью зажарку. Ну, покажу вам, когда. Сейчас я овощи порежу и положу в сковороду. И на растительном масле буду делать зажарку. Ну вот, зажарочка жарится потихонечку. Ее нужно постоянно помешивать, чтобы она нигде не пригорала и равномерно была обжарена со всех сторон. Когда уже смягчатся овощи, тогда я добавляю томат. И оно тушится, чтобы овощи были уже готовыми. Бурак, морковка, чтобы были мягкими. И закину я ее больше уже в конце. А вот масло, которое я использую, ну, на данный момент кубанское, нерафинированное. Видите, да, вот написано, нерафинированное. Ну, мне нравится такое. Сейчас я на данный момент займусь капустой. Пока нарежу капусту, картошечку, чтобы все уже было готово. И потом все уже будем закидывать. Вот, и еще, как нам узнать, когда нам заливать томатную пасту? То есть томат заливать, когда. Смотрите по луку. Если лук, он уже готов, он уже обжарился, и больше ему не нужно, то тогда можно залить вот это все. Вот томатная, вот я как раз развела, томатная паста с водичкой пополам. И вот этим вот залью. И оно на медленном огне будет тушиться уже до готовности свеклы. Ну, свекла дольше всего готовится, значит, до готовности свеклы. Ну, вот я вижу, что лук уже готов почти, да. Я уже думаю, что пора залить томат. Вот так. Сейчас я перемешаю и накрою крышкой. И будет тушиться. Сбавим мощность, чтобы на медленном огне не тушилось. Ну, в мясо я чуть-чуть добавила водички, она немножко выкипела. И посолила вкусной солью. Я люблю вкусную соль. Ну, попробовала. Индейка почти готова. Еще немножечко я дам ей повариться, но буквально, может, минут 10. Она вообще варится быстро, где-то, наверное, за полчаса. Вот. И, ну, это минут 20 прошло. Здесь у нас уже готово. Вот свекла. Я ее так вот беру, просто давлю, и она уже ломается. То есть я уже чувствую, что она мягкая, она готовая. Я выключаю сейчас зажарку. Она пока что постоит и подождет своего времени. Зажарку я буду положить вместе с капустой, тогда, когда уже сварится картошка. Ну, а сюда через 5 минут где-то я положу картошку. Картошка еще минут 15 варится. Я уже порезала капусту, болгарский перчик, лавровый листик подготовила и зелень порезала. В общем, все. Больше ничего я туда не кладу. А что туда нужно еще, больше ничего не нужно. Единственное, что в конце можно положить чесночок, но у меня его нет, поэтому я без него. А перец кладите по вкусу, но перец я не ложу, потому что мне его нельзя. Девочки, картошка у меня варится уже 5 минут, но я попробовала свеклу. Она где-то уже готовая, а где-то она еще чуть-чуть могла бы и повариться. Поэтому я зажарку кинула сейчас. Пусть она поварится вместе с картошкой. Ну, минут 10, наверное. И тогда я уже закину капусту. Капуста у меня поварится где-то минут 5, даже меньше может быть. С болгарским перцем он тоже варится быстро. И уже за минуту до выключения я бросаю зелень. Сейчас я убавлю немножко, чтобы оно бурлило чуть-чуть. Сейчас попробую картошечку. Вот картошка легко ломается, она уже сварилась. Значит, пора туда класть капусту. Ну, вот капусту я положила, чуть-чуть добавила водички. И сейчас капуста закипит, она поварится, ну, может быть, минут 5. Я больше не варю, потому что я не люблю, когда она слишком мягкая. Чтобы она была чуть-чуть тверденькая. Ну, вот теперь я закинула туда зелень. Капуста уже смягчилась. Дам еще одну минуточку покипеть этому всему. И выключу. Больше, как видите, красный. Но это потому, что я делала зажарку. Свекла, когда жарится на сковороде, она свой цвет не теряет. А когда мы ее долго варим, она просто выцветает. И в прошлый раз, когда я варила борщ, в комментариях кто-то написал, что это щи. Ну, мои дорогие, если свекла выцвела, немножко потеряла свой цвет и стала бледнее, борщ превратился в щи от этого, я не знаю. Честно говоря, я была удивлена. Первый раз я с таким столкнулась. Сейчас я сварила борщ с теми же самыми продуктами, те же самые ингредиенты, в том же количестве. Просто сделала зажарку отдельно. Если у кого-то получается свекла твердая, кто-то мучается, на терке трет, я все это пошинковала соломкой и все, ничего не мучилась. Заранее в ней варила. Все прекрасно на сковороде тушится и будет вам красный борщ. У меня всегда был борщ красный. Ну, по бабушкиному рецепту немножечко он стал бледнее. Ну, вот он мой рецепт, пожалуйста. Кушайте на здоровье. Если у кого-то диета и нельзя на мясном бульоне, нельзя с мясом, то же самое можно сварить просто на воде. И будет так же вкусным борщ. И все. Когда у меня не было мяса, я варила на воде и борщ получался таким же вкусным, как и с мясом. В общем-то, просто он не жирный получается. Вот и все. Так что пробуйте, готовьте. Я думаю, вам этот рецепт понравится. Ну, а может быть, кто-то точно так же и готовит. Вот такой вот борщик получился с индейкой. Вкусный. Ну, что, доча моя? Доча немножко болеет. Болеет, доча. И сидит такая вся как бабуля. Крючная от боли. Ну, пробуй, борщик, что скажешь. Но борщик может меня порадовать. Сейчас попробую, скажу. Больная. Больная. Ухо болит. Ухо болит, да. Нормально сижу? Ухо болит. Ну, что вот это вот? Ты у меня готовишь великолепно. Я не знаю, что вообще пробовать. Тут все очевидно. Ну, это на борщ или на щи похоже? Скажется, борщ. Без сомнения, да? Да. Я щи тоже люблю. А для меня щи, это... Во-первых, я знаю, что он будет не красный. Что там будет капуста. Квашина. Не факт, что квашина, а просто хотя бы капуста. И все. Вот для меня это щи. Для меня щи кислый. Белый борщ. Для меня щи это белый борщ. Ну, еще и кислый. Вот он на вкус. Ну, ладно, неважно как. В общем, вкусно. Это вкусно. Я поела уже тарелочку, съела. Мне очень понравилось. И с индейкой мне, кстати, тоже очень понравилось. Слушай, выключай, дай поесть нормально. Нежное, нежное мясо с индейкой. Я хочу поесть. Это вкусно. Все, приятного аппетита. Ну, все, мои хорошие. Я борщ сварила. Я уверена, что он будет вкусным на вкус. Такой борщ я варю всегда. И всегда варила. И всегда он у меня был красным. Ну, если кто-то хочет утверждать, что это щи, я варю. Ну, ради Бога. Мне все равно, как это называется. Главное, чтобы это вкусно было. И чтобы это нравилось моим детям. Мне это нравится. Поэтому предлагаю вам такой рецептик. Готовьте, пробуйте. Я думаю, вам тоже это понравится. Мой борщ получается не кислый. Вот щи, на мой взгляд, это варятся они без свеклы. И варятся они с кислой капустой. И они получаются кислыми, поэтому называются щами. А так как в борщ кладется свекла, морковь, капуста. В общем, продукты, которые овощи свою какую-то сладкость имеют. Поэтому, в принципе, больше солится, понятное дело. Но он как бы сладковатый получается чуть-чуть. Но от щи он на вкус очень сильно отличается. Щи я пробовала. Но я кислое не ем, поэтому щи не готовы. Так что пробуйте, готовьте. Приятного аппетита. Всем, кому понравилось мое видео, кому было интересно, полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok